Добрый день, уважаемые члены президента, уважаемые коллеги. В своем отчетном докладе Владимир Викторович подробно рассказал о пройденной работе в ушедшем году. Также я думаю, что в газете «Городецкий вестник» тоже многие познакомились. Но я бы хотела остановиться на проблемах сельских территорий. Чем вы занимались в 2017 году, что удалось решить, а что предстоит еще сделать в этом. Ну, поскольку я буду говорить больше о своей территории, поэтому краткая характеристика, одно предложение. Территория сто населенных пунктов, площадь 245 квадратных километров, проживает 2600 населения, протяженных дорог, общего пользования 161 километр. Ну, поскольку такая территория, вопрос о держании дорог на территории стоит остро. В 2017 году мы отремонтировали дорогу на сумму 3 миллиона 400 тысяч рублей. Но этого недостаточно, потому что мы ремонтируем дороги только на центральных усадьбах, а у нас их более 10 километров. Поэтому нам нужно еще много денег, чтобы отремонтировать все дороги. На территории проживает более 30% молодых людей. Поэтому вопросы спорта, развития культуры решаются общая. На территории работают два инструктора по спорту. За 17-й год в районе Спартаке мы принимали участие, и команда Зенеяковской сельской администрации заняла первое место и получила переходящий кутер. В дыраке 2017 года мы перенесли хоккейную коробку, она у нас находилась в стени, и мы ее перенесли к БО «Культура». Провели уличное освещение, и дети уже с удовольствием в этой зимой там катались. Тем более, что проходили висбейские игры, что вдохновленные победами Задисовой и Медведевой, в общем, девочки там паркали на этом катке. Было приятно это все видеть. Также мы перенесем летом туда же футбольное поле, и уже грейдирование проведено в летнее время. Также мы планируем тоже оборудовать волейбольную площадку, баскетбольную площадку. И в этом году по программе поддержки местных инициатив, значит, мы хотим установить уличные антивандальные тренажеры. Тоже это в районе Дома культуры. То есть у нас планируется такой культурно-спортивный комплекс, как когда-то и был. Но знаем, что с Нового года, мы все уже про это знаем, обсуждали на земских и вообще в газетах тоже, что все сельские дома культуры передали в район. Мы единственная сельская территория, которая оставили у себя учреждения культуры. Сейчас я постараюсь объяснить, почему. Так как у нас создан Центр культуры и досуга, который объединяет три клубных учреждения, дорожную карту по зарплате мы выдерживаем. Заняковский Дома культуры является лучшим сельским Домом культуры. Участвует в районах, властных конкурсах, получает гранты. Но так было не всегда. Было время, когда зрительный зал Заняковского Дома культуры находился в аварийном состоянии. Мы искали помощь, обращались во все инстанции. К нам даже приезжал министр культуры Межгородской области, тогда был Михаил Михайлович Грошев. Он обещал, что Дома культуры постарается включить в областную программу. Но мы поняли, что, как говорится, на министрах надеяться, а сам не положать. И поэтому на сессии депутатов мы приняли решение. Миллион рублей, такая возможность была у нас в бюджете, мы выделили на ремонт зрительного зала. Мы отремонтировали зрительный зал. Мы приобрели аппаратуру. Кто был у нас в Доме культуры, кто все отмечает, наверное, атмосферу тепла и уюта. В этом заслуга и директора Дома культуры, футасовая Марина Григорьевна. Ну, хотелось бы и здесь сказать, не присутствует депутат, законодательство собраний Сергей Васильевич Зуденко, но он тоже нам в течение трех лет помогал из Ниаговского Дома культуры. Действительно, что вот он был в таком надлежащем виде. Дома культуры проводят платные мероприятия. На эти деньги приобретаются костюмы и проводится декоративный ремонт. В этом году перед нами стоит задача получить звание народного коллектива. Работаем на территории совместно с общественными организациями. Это прежде всего Совет ветеранов. Вот тут хочется сказать, от какой клавишки мудрости, оптимизма, несетаемой энергии. И Совет молодежи в последнее время активизировались. И это радует, что они не без различных проблем. Они хотят быть участниками событий не только на своей территории, но и в целом стране. А сейчас мне хотелось бы сказать и проблему, которую мы не сможем решить сами, без участия районов и области. А может быть даже и федеральных областей. По закреплению кадров на селе. Вот территория у нас большая, но, к сожалению, хочу сказать, что в Знеках нет никакого сельхозпредприятия уже давно. В Зарубине только общество с ограниченной ответственностью, Шихова и НОВ. То есть люди вынуждены, в основном молодежь, уезжать за работу в Нижний Новгород. Поскольку там больше возможностей, то есть работы больше, выбор, да и зарплата побольше. Но молодежь хотят жить у нас, на селе. А мы не можем им предоставить бесплатную землю. То есть они тоже, как и все, должны приобретать эту землю на торгах. Мы считаем, что это неправильно. Человек, который родился в селе, который живет здесь и хочет жить, я думаю, что какие-то должны быть льготы ему, о том, чтобы он получал земельный участок бесплатно. Потому что, оставаясь на селе, сколько проблем сразу решается. То есть молодежь хочет на этом участке построить жилье. То есть сами решить себе жилищную проблему, не ставя ни перед кем, ни перед какими властями. Также молодежь остается, создают семьи, рождаются дети. Вот вам гемографическая проблема решается на селе. В прошлом году на территории родилось 25 детей. Но это не так много. Гавану у нас еще и 35. То есть есть еще куда стремиться. Ну и, конечно, когда дети рождаются в селе, они идут в детский сад и школу. То есть наполняем из детского сада и школы. А у нас есть такая возможность. У нас нет очередей в детские сады и школы. То есть вот вам еще одна проблема. Если они уедут в город, то они там встанут в очередь и будут ждать, когда придет их очередь в детский сад и в школу. А здесь эта проблема решается у нас. Что еще? Газификация населенных пунктов. Уже говорилось в докладе. Конечно, район у нас центральный. И кажется, если смотреть по населению, вот даже по нашей территории, то 80% населения проживает на центральных усадьбах. То есть, ну, в общем-то, все нормально. 80%. А если взять по населенным пунктам, то у нас только из 100 газифицировано 6 населенных пунктов. То получается вот такие вот постыдные 6%. Но мы все-таки надеемся, что у нас тоже лежит в городе стройсервисе два проекта с положительным заключением экспертизы. И надеемся, что тоже. Честно говоря, когда я узнала, что Газпром расторгнул с украинским на автогазом договор, я порадовалась, думаю, ну, может быть, хоть теперь на внутренний рынок газ пойдет, может быть, все-таки поактивнее. Но пока что-то не знаю, пока не чувствуется. Но, может быть, это просто мы не чувствуем. Так, очистные сооружения. Проблема стоит остро. Не только у нас, у нас в 3 территории зенеакизм, алькин, и голубого. В прошлом году не получилось изготовить праздно-смертную документацию. Надеюсь, что в этом году, что сейчас, значит, подается заявка в инвестсовет. Хотя, если честно сказать, вот несчастные 10 соток на своей территории, она у нас есть. Но мы должны это пройти через областной инвестсовет при губернаторе. Иначе никак нельзя. Вот тут вот тоже как-то. Но я думаю, присутствуют представители у нас Министерства внутренней и региональной политики. Может быть, они что-то запечатут или запомнят. Потому что, кажется, вот здесь надо как-то менять условия выделения земельных участков. Я просто хочу сказать, что вот у нас теперь регулярно директор Муршика Хазняковской, судебное крестово, вызывает каждый квартал и дает штраф 10 тысяч от того, что решение суда 2008 года не выполняется. Она не может директор Муршика Хазняковской выполнить, потому что это дорогостоящая работа. Но вот пока так. Я думаю, что с помощью района мы все-таки освободим от этих штрафов директора Муршика Хазняковской. На территории сельсовета 34 многохвартирных дома. И когда в 2017 году 5 домов попали в региональную программу пока к ремонту, мы радовались. Но радость была преждевременной. Если 3 дома, которые действительно делали в летнее время, ремонтировали как положено, они и сдали вовремя, и у жителей нет претензий. Тогда 2 дома, причем кровлю делали зимой, мы до сих пор еще не можем принять эти дома. То есть вот здесь вот что-то ненормальное. Подрядчик набрал много заказов, не справился. Я не хочу сказать, что он плохой подрядчик, но он просто набрал слишком много, не рассчитал сил, и вот теперь получается. Там не доделал, тут не доделал. Но надеемся, что весной все-таки эти дома, кровли будут приняты. Проблема содержания железа на нашей территории стоит остро. И проблема водоочистки. На федеральном собрании, не знаю, послание федерального собрания было сказано, Владимир Владимирович, что предстоит существенно повысить качество петлевой воды. Мы с этим согласны. И, конечно, у нас на этот год выделено полтора миллиона рублей на территорию на водоочистку. Надеемся, что этот вопрос будет сдвинуть с места. Когда-то мы радовались, что мазутные котельные на смену к мазутным котельным пришли газовые котельные. На центральных усадьбах у нас, в Зиняках, в Зарубинном Воронине, появились центральные котельные. Мы так были рады. Это, во-первых, и более экономичные, но, естественно, очень экологичные по сравнению с мазутом. Но прошло 20 лет, и сейчас уже, значит, эти и котлы, и теплотрассы морально, физически устарели. И сейчас на нашей территории, думаю, не только на нашей, встает вопрос. Или модернизировать котельные, или, значит, нам переходить уже на индивидуальное отопление. Ну и если взять еще и теплотрассы, изношенность, то почти 90%, а у нас их не много, не мало, на трех центральных усадьбах 18 километров. То есть это большие километры. Вот в последнее время стали говорить о концессиях. Да, вот недавно пришло тут нам документ. Я просто хотела сказать, что несколько лет назад, вот мы в МУШК Хазняковске у нас, мы подготовили документы, пакет и отправили. И московская фирма там, уютный дом, теплый дом, они рассматривали наши предложения. Но ничего не получилось, они отказались. Потому что, я думаю, так, что все, кто приходит в жилищно-коммунальную сферу, они думают, что тут можно получать прибыль. А прибыли-то нет, потому что я сказала, что тут только, наверное, убытки, а чтобы получить прибыль, значит, нужно резко, ну что, повышать коммунальные платежи. Но это тоже мера непопулярной, скажем так, и не пройдет. То есть нужно нам быть очень внимательными, как бы нам свои мобы совсем с этой концессии не разорить. Ну и знаете, вот как очень остро стала проблема, вот уже говорили, но я вот так скажу, с друзьями человека, я имею в виду собак. Вы знаете, вот может быть, покажется смешно, но вроде бы должны регулировать количество безнадзорных животных, но это выросло сейчас. Такую проблему, если несколько лет назад у нас производили отлог, помещали в пункт передержки, и мы их больше не видели на территории. Теперь получается так, в семнадцатом году, значит, в семнадцатом году у нас стали их забирать, стерилизовать, чипировать и присылать нам на территорию. Нам от этого совершенно не легче, они не стали добрее, особи мужские также проявляют интерес к женским особям, то есть все, ничего не поменялось. Действительно, в ситеологии никуда не денешься, только мы теперь смотрим на них в чипах, нам от этого не жарко и не холодно, ведь это взяли из-за границы. Чипировать стали, почему животных, например, за границей, что там ответственный человек, то есть чипируют, знаю, хозяина. Если я выпустила вот собаку, она просто так гуляет, то есть меня накажут, а у нас, я не знаю, для какой это цели, чипировали и привезли нам опять. А в восемнадцатом году вообще ни разу заявки подавали, ни одного от слова не было. То есть это проблема, не только территории сельских, но и городов. Все, я заканчиваю все. Каждая территория стремится создать комфортные условия. Здесь я хочу сказать, без социальных партнеров мы не можем этого сделать. Итак, у нас на территории это ОАК Синькис, ООО Шихова, Городецкий район, Городецкий психонерологический интернат. Мы работаем, конечно, главой сельских территорий в детском контакте с администрацией района. Советы мы делаем, нам помогают. Ну и, конечно, мы главой сельских оптимисты и патриоты, потому что работаем. Но в этом году я хотела сказать, без оптимизма никуда. Сельская территория Зиняковской будет в сентябре отмечать 100-летний юбилей. Сделано очень много за эти годы депутатами, очень много хороших дел, но и очень хороший подарок. Это нам, конечно, приподнёс район, потому что машина, которая у нас была, она пришла в негодность. И вот уже сейчас, в ближайшее время, мы получаем автомобиль. Я хочу сказать большое спасибо за помощь району. Если давай начнём, то я считаю, что это не творительный.